МВФ напомнил Украине, что нужно сделать, чтобы получить очередной транш. Список небольшой, всего три пункта. Но если посмотреть, как не хочется нашим политикам выполнять требования фонда, то это напоминание от МВФ смело можно назвать вежливым отказом. Мол, мы хорошо помним, что вы должны. Первое, хотя МВФ и приветствует голосование за антикоррупционный суд, все-таки считает нужным изменить закон так, чтобы все апелляции по делам НАБУ рассматривались именно в нем. А еще повысить цену на газ и выполнять условия по дефициту бюджета, то есть не завышать расходы. О самом болезненном повышении цены на газ сегодня говорили в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Премьер Владимир Гройсман пояснил депутатам, когда Украина сможет не повышать, а даже снижать эту цену. Для украинских граждан я уже больше года получаю цену 7 тысяч гривен. Вы знаете, и я думаю, что будь-хто, кто бы сидел на моем месте, сегодня стыкнулся с этой проблемой. Почему? Потому что с 2005 по 2013 годы Украина, уряды Украины запозичили 50 миллиардов долларов. За этих 50 миллиардов долларов в этом году мы должны отдать только на обслуживание 5 миллиардов долларов. За следующие 5 лет мы должны отдать 33 миллиарда долларов за 50 миллиардов долларов. Это означает, что мы должны выходить за межи украинской финансовой системы, чтобы запозичить ресурсы, перекредитировать, уменьшить деньги на их обслуживание. Таким образом, моя мета, чтобы мы взагаля со всеми баргами рассчитывались. Но когда мы сможем самостоятельно, без влияния, формировать цены на газ среди страны, я вам скажу, тогда, когда мы, вместо страны-импортера, которая покупает газ в Украину, станем страны-экспортером, мы сейчас идем очень четко к тому, чтобы стать страны-экспортером, а это означает системно понизить на 20-30%. Продолжение следует...